Ребята, всем привет! Веща Олег на связи, ваш футбольный пророк и лучший друг в мире беттинга. В этом видео очень важная информация вам скажу про матч Бельгии и Италии, поэтому обязательно прям смотрите его до конца. Давайте перед тем, как перейдем к ставкам, к самому основному, я подведу итоги нашего марафона промежуточной. Вчера, последний день 1-8 финала, я сделал плюс 9395 рублей. За день ставки я делаю в Ютубе, в Телеграме в лайв-режиме и в прематч-режиме тоже в Телеграме. В Телеграме, кстати, по каждой ставке я делаю отчет, что прошло, что не прошло, там все последние новости. Приматч, ставки, лайв-ставки, кстати, уже забегая вперед, на матч Бельгии и Италии основные ставки будут тоже в Телеграме, либо в день игры, либо даже в лайв-режиме. В лайве, кстати, мы будем проводить стрим вместе с Саней по-новому на этом Ютуб-канале, на матч Бельгии и Италии, другие поединки, так что обязательно приходите, будет весело, я прям это вам гарантирую. Итак, общий банк в марафоне, таким образом, сейчас 219 834 рубля. Напоминаю, то, что начальный банк был 170 900 рублей, таким образом, я в очень хорошем плюсе. Если до 250 000 рублей я банк довожу, то 20 000 рублей среди вас обязательно разыграем. Но уже сейчас проводится розыгрыш, во-первых, розыгрыш 10 000 рублей, в описании подробные условия, там они очень простые, можно легко поучаствовать и выиграть такой приз. Ну и еще розыгрыш 1000 рублей, применительный к матчу Бельгия-Италию. Словик обычно простейший, первый, подписаться на мой Ютуб-канал, второй, поставить лайк под этим видео, а я думаю, что вы это и так должны сделать, с учетом той полезной информации, которую я даю, да, с той проходимостью ставок, мне кажется, вы это и без всяких розыгрышей должны сделать. И третье, написать минуту и команду, которая зовет первый гол в матче Бельгия-Италия, в комментарии под этим видео. Человек, который угадает первым и выполнил все предыдущие условия, он, собственно, 1000 рублей эту и получит. Этого матча, единственный матч в этом видео, Бельгия-Италия. Здесь все не так уж и просто, потому что букмекеры оставляют большим фаворитом Италию в этом матче. Я считаю, что это большая ошибка и в таких матчах, этот матч, в общем-то, на три исхода больших фаворитов быть не должно. Поэтому брать какие-то ставки на Италию, даже в фору обычную нулевую, это неправильно. Даже если там Италия победит, есть всякие псевдокаперы, которые говорят то, что неважно, какой коэффициент брать, главное, чтобы ставка прошла, они немножко не в себе, не слушайте их, отпишитесь и забудьте вообще навсегда про них, потому что есть такое понятие, как дистанция. И если соотношение риска событий и коэффициента, которые дает букмекер, не соответствует действительности, то есть риск высокий, а коэффициент не такой высокий, то такие события брать не нужно, потому что на дистанции вы в таком случае будете минусе. Поэтому на Италии здесь брать что-либо не имеет смысла. Они-то, в общем-то, и в одно из семи финалов безобразно сыграли против Австрии, должны были проигрывать в основном время, весь второй тайм австрийцы доминировали, забили гол, который там из-за миллилитрового сайда был отменен, только в дополнительное время итальянцы могли забить свои голы. Да, бельгийцы, может быть, не самый яркий матч провели против Португалии, но, во-первых, в Португалии более статусный соперник был, во-вторых, Бельгия победила в основное время, и кто-то говорит, что там бельгийцы отбивались. Слушайте, ну, португальцев за всю игру особо-то опасных моментов не было. Они нанесли больше 20 ударов по воротам, из них 17 с 30-35 метров. Да, были два момента у Португалии во втором тайме после углового со стандарта и после заброса в штрафную, опять же, с фланга, когда мяч попал в штангу. Ну, и, в общем-то, и все. А так с игры португальцы ничего не создали. А бельгийцы играли по счету, бельгийцы в концовке тоже могли забить, когда, например, 3-2 убегали в контратаку. В общем, бельгийцы потратили меньше сил, но играли на сутки позже. Ну, почему на текущем этапе я не рекомендую лезть в исходы в этом матче, поскольку Дебрюин и Азар получили травму. Это два ключевых футболиста у сборной Бельгии. Пока что до сих пор непонятно, сыграют они или нет. Главный тренер оценил их шансы 50 на 50, только в день игры станет известно. А может быть, только за час до игры, когда мы увидим стартовые составы. Азар – это большой футболист для сборной. Мы видели, как безобразно его заменил Караско, который вообще не вошел в игру. Ну, а Дебрюин – это просто лучший плеймейкер мира, на мой взгляд. Это ключевой игрок и Монсити, и тем более сборной Бельгии. Поэтому без него сборная Бельгии будет совершенно другой. Если эти два футболиста не сыграют, то Италия будет являться фаворитом. Но все равно не за такие коэффициенты. А если эти два футболиста сыграют, то смело при такой линии можно брать там непроигрыш Бельгии. Сейчас там коэффициент 1,65. В этом матче букмекеры справедливо не ждут много голов. Я думаю, что действительно матч будет малорезультативным. Но, опять же, линия просажена тут меньше, поэтому я вот решил сыграть немножко наобратно. Мне кажется, что во втором тайме хотя бы один гол мы должны увидеть. Букмекеры это событие неплохо оценивают. То есть, вот обратите внимание, матч 1-8 финала. Почти все вторые таймы были прям огненные. В плане желтых карточек, в плане голов. Там и матчи Швейцарии, матчи там Хорватии в этих двух играх. Там все почти голы забивались во вторых таймах команды Т-3 сыграли. Англия оба гола в ворота Германии во втором тайме. Забила Шведы, отыгрались во втором тайме. Датчане забили 3, по-моему, гола в вороту Уэльса во втором тайме. Да, у итальянцев был низ, но, опять же, австрийцы забили во втором тайме, просто гол отменили. И матч Бельгии-Португалии в второй тайм тоже был более открытый. То есть, там и у Бельгии были контратаки, у Португалицы два момента, опять же, были именно во втором тайме. Поэтому, в целом, я думаю, что хотя бы один гол на двоих команды забьет. Но самое, конечно, наиболее надежное, что я бы вам дал для рассмотрения, это угловые в этом матче. Потому что Бельгия, это сборная, которая особо не задействует фланги, а если задействует, то возвращает мяч, как правило, в центр. Бельгия не так много бьет по воротам, поэтому угловых у бельгийцев мало. Они 0-3 уступили по угловым Португалии. 4-2 обыграли Даню, причем удивительно, там Даня играла первым номером и почему-то так мало угловых заработала. 2-4 даже России и бельгийцы уступили по угловым. А итальянцы очень много угловых зарабатывают. При потере мяча они включают прессинг сразу же моментально, поэтому соперники редко, когда выходят из обороны, и мало угловых зарабатывают. Со австрийцами, конечно, итальянцев угловых было не так прям много. 4-3 они их победили, но после супертайма 2-0 уверенно ввели. 7-1 Уэльс разгромили. 8-2 Турцию после супертайма, 3-0 ввели. Со Швейцарии тоже после супертайма уверенно выиграли по угловым. Поэтому мне кажется, что наиболее уверенное событие и, в общем-то, то, которое я вам порекомендую для рассмотрения, и это будет и ставка дня в этом видео, это первый тайм 4-0 на Италию по угловым за коэффициент 1,57. Мне кажется, что это событие максимально уверен. Ну, а на что поставил я в этом видео? Первая ставка, второй тайм, total больше одного, коэффициент 1,69, 2800 рублей я ставлю. Также беру эту ставку на угловые, первый тайм 4-0 на Италию за коэффициент 1,57, 3300 рублей я ставлю. Еще возьму более рисковую ставку на угловые, гонка до 5 угловых, победа Италии, коэффициент 1,94, 2900 рублей я ставлю. Опять же, не жду от Бельгии в этом матче 5 угловых, но итальянцы, мне кажется, что все-таки должны заработать 5 штук и 1,94, ну, неплохой коэффициент на это событие, хотя эта ставка, конечно, более рискованная. Ну, и еще я решил рассмотреть удары поворотом, вот обратите внимание, опять же, бельгийцы поворота мало наносят ударов, они вот только Россию 9,5 обыграли, 17,7 Финляндии, ну, слабые сборные. То же самое время, 6,22 уступили Дании по ударам и 6,24 Португалии. Ну, Португалии там с 30 метров, с 40 белые итальянцы так не будут, но все равно у итальянцев будет больше позиционного преимущества, чем даже у Португалии, да, хотя даже против Португалии бельгийцы вторым номером преимущественно играли. И в этом матче, я думаю, что итальянцы свой обычный тотал, который они на этом Евро показывают, пробить смогут, они 24,3 по ударам турков переиграли. Швейцарии там тоже разгромили, 23,3 Вельс переиграли, 18,9 Австрию в основное время, а еще 9 раз пробили в дополнительные. Поэтому моя ставка, удар по воротам, индивидуальный тотал Италии больше 14,5, коэффициент 1,76, 3000 рублей я ставлю. Мои друзья и единомышленники, я создал голосование на матч Бельгии-Италии, и большинством голосов вы выбрали ставку на непроигрыш Бельгии в этом поединке за коэффициент 1,65, 1000 рублей я, собственно, и проставил. И в этом видео предлагаю вам матч для рассмотрения Швейцария-Испания и три ставки на выбор. Первая 4+,1 на Швейцарию за коэффициент 1,76, вторая ставка P2 на Испанию за коэффициент 1,71 и обе забьют за коэффициент 2,08. В комментариях пишите один из этих трех вариантов, можете свой другой предлагать, тот, который наберет больше лайков, комментариев, на него я и загружу 1000 рублей. Но на этом все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напоминаю, что в Телеграме будут дополнительные ставки, приходите на наши стримы обязательно, участвуйте в розыгрышах многочисленных. Успехов вам и увидимся в следующих видео. Продолжение следует...